приветствую вас дорогие друзья 5 минут сороном левари я рад быть там где вы находитесь сегодня через то что мы вещаем эту программу для вас друзья и вы знаете я хочу поговорить сегодня об этой страшной проблеме под названием исламское государство друзья мы знаем что многие люди они не понимают еще до конца глубины этой проблемы недавно допустим госсекретарь сша джон керри обвинил практически израиль можно так это назвать он сказал из-за того что мы не можем прийти к мирному процессу то есть израиль с палестинской автономии и нет мира здесь из-за этого то есть то есть вот эта проблема раз родила проблему вторую или другую под названием исламское государство игил это ложь друзья это полная чушь я вам хочу сказать друзья проблема порождение игила я скажу вам откуда это пришло это пришло оттуда что люди нищие люди ничего не имеют люди а те которые стоят над этим они пользуются безграмотностью они пользуются всякой ложью и они идет вообще религиозная война в исламском мире что вы знали есть умеренный ислам есть нормальный ислам а есть ислам радикальный фанатичный и можно сегодня в медиа пространстве увидеть что происходит как они отрезают людям головы как они издеваются над своими мусульманами и это неправильно друзья как кто-то недавно в прессе их назвал что они шайтаны шайтан это значит сатана друзья и это на самом деле так это страшно то что происходит и сегодня сказать что израиль виноват это будет неправильно напоминаю вам что израиль это остров демократии на ближнем востоке вообще ближний восток очень тонкое дело друзья он настолько быстро всполыхаем настолько быстро возгораем и нам нужно быть аккуратными несмотря на то какое политическое или духовное место мы имеем в этом мире то есть кем бы мы не являлись сели преподобными или премьер-министрами и президентами нам нужно быть очень аккуратными друзья израиль не причастен к этим проблемам и вопросам израиль не несет никакой ответственности за то что происходит сегодня на ближнем востоке израиль пытается сохранить демократию внутри себя и израиль пытается защитить себя от внешнего врага я хочу сказать что это довольно таки успешно получается несмотря на некоторые разделения внутри политической сцены израиля но будучи другом израиля америка не может давать такие заявления это неправильно друзья и поэтому сегодня хочу обратиться ко всем здравомыслящим людям посмотрите где происходят войны посмотрите где проблем посмотрите где непрекращающиеся распри и убийства друзья и вы все поймете сами сегодня мир лежит возле и и он катится в глубокую пропасть я верю что осталось в на планете земля множество множество здравомыслящих людей нам не нужно обращать внимание на политические заявления и на разного рода лукавства людей мы поддерживаем израиль мы стоим за израиль мы про израильские люди потому что мы христиане друзья мы верим в иисуса христа поэтому призываю вас сегодня сделать свой выбор поднимите свой голос и также молитесь за те страны где происходит это кровопролитие безнаказанно сирия и рак и многие другие страны друзья молитесь за ваших братьев христиан поддерживайте их молитве и чем можете пусть бог благословляет всех нас и я верю что это время мы пройдем успешно и скоро вернется мессия сын божий во имя иисуса христа я благословляю вас из иерусалима и посылаю вам мир из города великого царя